Всем привет! Сегодня у нас необычный день, а всё почему? Потому что мы едем в город Краснодар, все вместе, троём, папа-мама-я. Причина, почему мы едем, мы едем к стоматологу, маме нужно к стоматологу, вот. И, собственно, пока мама будет у стоматолога, мы с папой сможем где-нибудь там погулять по городу. Какая у нас сегодня погода? Погода у нас сегодня шикарная, ничего не скажешь, ветра вообще нет абсолютно, светит солнце, и это не может не радовать. Сегодня у нас показывает на термометре плюс 8 градусов, и это хорошо, особенно в безветренную погоду. Наша дорога до Краснодара составила 210 километров. Мы всегда ездим по одной и той же дороге, хотя есть несколько вариантов, как добраться от нас в Краснодар. Ехали мы через Джигинку, Варениковскую, Славянск-на-Кубани, Елизаветинскую. Наша первая непродолжительная остановка была на объездной Славянска. На объездной Славянска остановились, потому что увидели надпись «Тандыр». Хотим какую-нибудь лепешку купить, чтобы перекусить. Не знаю, конечно, работает, не работает это место. К сожалению, в этом месте пока что нет тандыра от слова совсем. Видимо, только планируют. Еще зайдем в соседнее здание. А у вас нет тандыра? Тандыра у вас нету? У вас тоже нет тандыра? Пойдем. К сожалению, не нашли мы лепешка, лепешек тандырных. Это пирожки как-то? Ну, я пирожки не хочу, я как-то не привыкла есть, боюсь, честно говоря, есть придорожную еду. Ну да. Вот. Ладно, едем дальше. Мы по пути обычно как-то находим пекарни, покупаем. Ну, видимо, не в этот раз пока. Странно так, да? Ну да. Может быть, потому что сейчас не лето. Ну да. Может быть, нет такого ажиотажа. Проезжающих машин меньше, поэтому невозможно. Поехали по западному обходу Краснодара и увидели магазин «Светофор». Сейчас зайдем, посмотрим, что здесь есть. Если что, мы здесь вообще абсолютно первый раз. Слушай, здесь такой большой он. Чего у нас нет? Я вот просто посмотрю. Берем вот такую пшеничную крупу. Стоит она 90-70 за 3 килограмм. Для того, чтобы варить нашим собачкам. Сразу оптом. Ну уж поросядам. Я вчера попробую, вот первый раз они едят. Хорошо. Мы туда добавляем еще рыбку. И вкусно. Мне понравилась. Свет раз лапша яичная. Да, вкусная, кстати. Давай купим. Ух, варила. Так ты одну купишь? Я думаю, что надо 2 пакетика. А вон это, где-то лежит. На 3 взять. Берем 3 пакетика. Нашли кольца кальмара. Здесь они стоят 121,90. У нас они стоили 122,90. 126 вроде бы. Нет, 122. Все, одну, две. И завозьми. И завозьми. Просто обычная. Лапша яичная. 1 килограмм за 74 рубля. Мы не брали ей такую еще ни разу. Еще решили взять вот такие вот спагетти. Порошки. И эту тоже будете брать? Нет, думаете, что тоже надо печь? Конечно, для пробы. Для пробы тоже возьмем, попробуем. Делают, кстати, знаешь где? Где-то я видела, что даже у нас делают. Лавинский. Да, Краснодарский край. Еще обратили внимание, что в этом светофоре гораздо больше выбор, чем у нас в районе. То ли не довозят, либо у нас там раскупают очень быстро. Зашли в холодильник и покажу вам, что здесь тоже есть. Какая-то рыбака, ранг, из таврида продают. Цены вы видите. Также здесь продают мясо. Вот в такую вот цену. Ставьте на паунде, чтобы разглядеть поподробнее. И для тех, кому интересна цена на сыр, тоже показываю. Напишите, отличается ли цена здесь от ваших магазинов. Вот, собственно, что мы сегодня здесь взяли. И цены вам показали тоже. А вы говорите, никто ничего не покупает в светофоре. Вообще, всегда столько народу здесь, в этом магазине. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Следующая наша точка остановки – это магазин Leroy Merlin на западном обходе Краснодара. Идем туда. Сразу направились в отдел с удобрениями. Все, что нужно для сада и огорода. Время у нас сегодня очень ограниченное нахождение в этом магазине, потому что нам нужно успеть еще к шести часам к стоматологу. Поэтому мы все оперативно ищем, покупаем и едем дальше. Выбираем удобрения. Ну, потому что в любом случае нужно его добавлять. Вот хочу попробовать такое удобрение. Я уже покупала… Для картофеля? Да. Я покупала из этой же серии только для другого. А сейчас мы хотим картошку будем посадить. Поэтому нам нужно обязательно удобрение чистить для картошки. Стоит 165 рублей. Да, 1 килограмм. Ну, берем его. Да, возьмем его. Папа взял какую-то девушку, ходил искал. Там же маленькие есть. Родители еще выбрали вот такие вот удобрения. Сульфат калия. Стоимость его, вот этот получается, 90 рублей штука. А здесь у нас граммовка какая идет. Ну, 9. 900 грамм, да? Ну, давай, берем. Надо подкармливать. Еще будут нам деревья, цветы. Вот сейчас купим еще супер пасфат. Универсальное удобрение для всех культурных, всех типов почв. Да. Стоит он у нас 60 рублей. Ну, 2-3. Давай 2 пакетика. Берем 2 штучки. Надо, потому что эти цветочки подкармливать. Сейчас все как раз самое. Угу. 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 Маму заинтересовала покупка семян редиски. Да, опять редиски. Вы ничего не перебутали. В общем, мы здесь смотрим, и здесь столько сортов. Это просто можно здесь потеряться в них. Здесь их очень много. Выбор огромный. Ну, выбирай любой, который понравится. Да, они просто глаза разбегаются. На любой вкус, цвет и кошелек. Выбрали 5 разных пакетиков. Краса Алтая. Редис розово-красный. Французский завтрак. Мультипультик. И Дениска. Не все мы из них пробовали, но вот попробуем в этом году. Абсолютный рай для огородников. Немножечко пройдусь. Покажу вам цены на основные культуры, чтобы вы могли посмотреть, сколько у нас в Краснодарском крае все это стоит. Ставьте лайк, пишите комментарии, не забывайте, насколько эта информация вам была полезная. И пишите, какие культуры вы обычно садите в своем огороде. Для деревьев решили выбрать неизвестное нам удобрение. Называется оно Экофоска. Вроде написано, что тут все культуры, плодовые деревья, кустарники и прочее. Ну, давай как раз подкормим деревья. Как раз написано, что нужно их подкармить весной, как раз для деревьев. Это подходит. Стоимость 65 рублей за килограмм. Идем на кассу. Пока мы были в магазине, вышло солнышко. Прям так хорошо-хорошо. Посмотрите, какие домины огромные. Вот вас пугают такие дома? Меня очень пугают. Это не просто несколько домов, это куча-куча районов. То есть это там раз, ряд, два, три, четыре до бесконечности. А построено все в поле. Пока. Пока. Это почему? Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Приехали до места назначения, до маминого ужаса к стоматологу, поставили машину недалеко от моста в Адыгею И теперь пешочком пройдемся до стоматологии Сейчас вечер и народу везде будет, конечно же, очень-очень много Потому что это такой район, где вообще, в принципе, всегда очень много машин Все едут в Адыгею или из Адыгеи Трамваи ходят, поэтому здесь не заскучаешь Для тех, кому были интересны и эти улицы, и этот район Сегодня его посмотрим тоже Но сначала доведем маму, конечно же, до стоматолога Чтобы она уже точно там была и никуда не сбежала Как вам такое соседство таких многоэтажек и вот такого частного сектора? Почему мама выбрала именно эту клинику? Она здесь уже второй раз Нам просто ее посоветовали Мы спросили у краснодарцев, которые именно здесь живут И более-менее знают город Потому что я как-то никогда не ходила по вот таким клиникам, да, частным Вот, поэтому не знала И мы спросили у них, и они сказали Ну вот, вот эта вот стоматология, она вроде как более-менее нормальные цены И, собственно, лечение Как будет в этот раз? Я думаю, мама, если захочет, она обязательно поделится своим опытом Потому что ей там предстоит много что сделать Для красоты улыбки И не только Вот А пока мама будет там у нас Мы пойдем с папой гулять по Краснодару И сейчас с папой мы идем в торговый центр «Карнавал» Почему мы вообще сюда пришли? Мама заказала себе новый телефон Ее уже совсем плохенький, очень-очень плохенький И, собственно, мы пришли и выкупили в ДНС его Так что вот у мамы новый телефон, ее подарочек Вот, и сейчас мы хотим покушать, потому что уже проголодались Папа, что ты хочешь? Роллы горячие Папа любит очень горячие роллы И там как раз именно то место, где мы обычно их заказываем Так что, может быть, сейчас что-то и выберем Но покушать нужно Да Потому что мама после зубного явно не будет есть А нам надо Ну вот такой вот магазинчик здесь Он совсем небольшой Я здесь была один раз только А вот выход тут Там вниз же еще А вот внизу там Это второй этаж Или первый, считается, как цокольный Ну вот мы там заходили Нет, здесь функции не будет, да Вот майбакс Вот мы все там брали Мне нравятся самые хорошие роллы, да Поэтому закажем там Ну вот так вот Да, ну только на вынос В майбаксе мы купили два вида роллов И так как все фудкорты закрыты Никаких столов нигде в торговых центрах нет Мы будем есть с папой роллы в машине В таких вот уходных условиях В машине Ну уж не знаю, как Соус этот мы будем открывать Соевый Ну это надо убрать, да, пока Не горячие Мы выбрали горячие роллы Запеченные? Запеченные, да Увелирная работа Поставить соевый соус здесь Вроде что-то придумали Ну надеюсь Хорошо аккуратно будем есть Открывай О, киото Первый, который мы уже ели вкусный Отлично Да, какой-нибудь положи Папа будет ложкой Вилок у нас нет А я палочками Приятного нам аппетита Зашли с папой в магнит Купить на вечер ужин Выбрали вот такие вот ножки Куриные Ну может меньше 174,99 Золоток Еще взяли лавашик И хочу еще взять какой-нибудь питьевой йогурт На вечер или на утром Завтрашнее Мама уже позвонила Сказала, что идет до нашей машины Так что скоро с ней встретим Сейчас шоу на то, чтобы зубы ей подлечить Может птицу Кубани взять? Я не знаю Она почем? Ну вот тоже самая цена Возьми это вот Я слышала хотя бы Вот этот бери Нам же хватит 800 грамм Возьму вот такой вот питьевой йогурт Это кубанская Город Абинск Уже пробовала такое Мама мне покупала в прошлый раз Когда были в Краснодаре 53,99 Все, берем Да, тут смотри Да, тут смотри Надо посмотреть Вот, 24 Вот, 17 Вот это вот Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok